Садгуру, я очень много работал, чтобы занять первое место на вступительном экзамене и оказаться здесь. Но мой брат говорит, что сюда меня привела моя судьба. Правда ли, что это судьба, или всё же меня привела сюда моя усердная работа? А к чему судьба привела твоего брата? Видишь ли, то, что люди обычно называют судьбой, по сути, это то, что они создают неосознанно. Когда я говорю неосознанно, вот вы и сидите здесь. Для всех, кто сейчас сидит здесь, в этой системе происходит физическая активность. Существует мыслительный процесс, есть эмоциональная активность и, конечно, жизненные энергии активны. Каждую секунду они принимают сотни входящих сигналов, независимо от того, осознаёте вы это или нет. Если я спрошу вас, с сегодняшнего утра, начиная с того момента, как вы проснулись, и до настоящего момента, сколько из этих четырёх измерений деятельности вы осуществляли осознанно? Как вы думаете, какой процент? Очень небольшой. Сколько процентов? 25 процентов. Это очень щедрое предположение. Значительно ниже одного процента. На пути отсюда туда присутствует 25 различных запахов. Вы их не осознаёте, но тело их воспринимает и записывает. Есть сотни различных видов звуков, которые тело воспринимает, но вы их даже не осознаёте. Так происходит и днём, и ночью. И когда вы бодрствуете, и когда спите, когда вы осознаёте менее одного процента своей деятельности, конечно же, жизнь будет выглядеть чем-то случайным. Да? Когда 99 процентов из того, что вы делаете, вы совершаете неосознанно, жизнь однозначно будет выглядеть как случайность. Допустим, какой-то человек упал на улице и получил черепно-мозговую травму. И после этого внезапно он стал гением математики. Но такое произошло только один раз. Тысячи других людей так и не оправились от черепно-мозговой травмы. Они либо умерли, либо же их качество жизни существенно пострадало. Так что не стоит жить, полагаясь на случайное везение. Когда происходит что-то благоприятное для вас, мы говорим, что это судьба. Некоторые даже говорят, что это Бог сделал для них. С каких это пор вы вступили с ним в партнёрские отношения? Так что я расскажу вам одну историю, хорошо? Как-то раз Шерлок Холмс... Вы же знаете Шерлока Холмса? Он и доктор Ватсон пошли в поход. И рано утром, в 3.30 утра, Шерлок Холмс растолкал Ватсона. Тот открыл глаза, что случилось? Шерлок Холмс спросил, что ты видишь? Ну, я вижу ясное небо и звёзды. Что это значит для тебя? Ну, это значит, что... Завтра будет чудесный солнечный день. И доктор Ватсон спросил, а что это значит для вас? Это значит, что кто-то украл нашу палатку. Так что мы не знаем, чего мы лишены. И то тут, то там что-то может произойти так, как мы хотим. Но жизнь так не работает. Если человек не берёт на себя ответственность за свою судьбу, он всё ещё не справился с эволюционной проблемой. То есть, ещё не полностью эволюционировал. Потому что быть человеком означает, что мы можем проживать свою жизнь осознанно. Быть человеком означает, что мы можем строить свою жизнь такой, как мы хотим. Но все эти разговоры о судьбе — хорошая подстраховка, чтобы оправдать свою неудачу. Всякий раз, когда вы терпите неудачу — это судьба, Божья воля. Это продолжается уже довольно давно. Но фундаментальная природа индийской культуры отличается в этой культуре. Начиная с древнейших времён, вас учили, что ваша жизнь — это ваша карма. Вам говорили или нет? Никто не говорил, что там наверху есть Бог, который может что-то сделать для тебя. Вам всегда говорили, что ваша жизнь — это ваша карма. Это означает, что ваша жизнь — это ваше творение. Нет никакого космического влияния. Только вы сами. На нас воздействует миллион факторов. Но то, что мы из этого сделаем, всё равно остаётся за нами. Не так ли? То, что преподносит нам жизнь, не в наших руках. Ситуация, которая с нами происходит, не в наших руках. Но то, что мы из этого сделаем, на сто процентов в наших руках. Когда я впервые приехал в Каимбатур, и мы начали создавать центр йоги Иша, это очень странно. Сейчас все, конечно, нам аплодируют. Но в то время было столько слухов. Они там все употребляют наркотики, они здесь, чтобы уничтожить дикую природу, они убивают тигров, убивают слонов. Всё в таком духе. Ходили разные слухи. Что-то из этого было даже опубликовано в СМИ. Потом произошла встреча. Сотни самых влиятельных людей в городе. Они сказали, «Это йога распространяется словно болезнь». Это цитата. Нам нужно что-то с этим сделать. Затем один молодой сорвиголова сказал, «Давайте отправимся туда на грузовике и просто снесём всё». Потому что центр в то время был просто парой хижин. И вот они решили, что хотят приехать туда, снести все здания и покончить с этим. Сейчас это одно из самых известных мест в Индии. Когда они высказали своё предложение, один пожилой человек, которого больше нет, этот мудрый человек сказал, «Вы не знаете, с кем имеете дело. Я знаю этого человека. Если вы будете бросать в него камни, он соберёт их и построит из них что-то. не бросайте в него камни». Так что вы не можете определить, что встретится вам на пути. Но то, что вы из этого сделаете, зависит от вас, не так ли? Вот в чём ваша сила. Вот когда вы показываете, кто вы есть на самом деле. Потому что вы не в состоянии решить, что с вами произойдёт, но вы определённо в состоянии решить, что вы с этим сделаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok